На столах угощения, на лицах улыбки. В зале собрались самые идейные и активные жители сел и деревень Ульяновской области. Забота о родном крае для них не профессия, а призвание. Рабочий день сельского старосты не нормирован. От заката до рассвета. Они поют на сцене со своими земляками и решают проблемы благоустройства. Как говорят люди на селе, что я единственная старость, которая самая активная. Потому что я в покое не даю никому, ни старым, ни молодым, ни начальством, ни районным, ни областным. Я делаю все. Я убираю сухостой, выбиваю в районе, как я это грубо можно сказать из изображения, дороги в село. Не в поселение, в село. Что мы еще делаем? Ну вот все, что фонари, мусорные компании, эти контейнеры, площадки, дороги, пустые дома. Большинство сельских старост, работники культуры, творчество и любовь к своему делу у них в крови. Вот и научились совмещать приятное с полезным. Так Рузалия Горбунова уже с детства болеет за село Старый Уренбаш. К слову, девушка самая молодая среди приглашенных гостей. Это ей ничуть не мешает решать острые проблемы родного края. Село маленькое, у нас 300 человек, три улицы. Все дети со мной, бабушки со мной. В основном из пенсионного возраста они тоже никуда выйти не могут. Пока они сидят, ждут их талавку продуктовую, мы информацию соберем. Проблема там, проблема тут. Мы занимаемся волонтерством. Мы можем пойти к любой бабушке, мы ее поздравляем. Я знаю, знаете, я знаю, наверное, у кого, когда день рождения, кто, сколько прожил совместную жизнь. Ну, я знаю. Чествовали старост весь день. После развлекательной программы, танцевальных и вокальных номеров удалось даже пообщаться с главой региона. Вопросов накопилось много. Это и бесперебойная сотовая связь, и качественное покрытие интернетом, состояние дорог и теплосетей. За чашкой чая удалось узнать сроки благоустройства от первого лица. В этом году уже довольно-таки, вы себе почувствовали, серьезное подвлажение строительства дорог. Мы проводим довольно-таки мощную программу по водоснабжению. Только для региональных денег в этом году было потащено около 600 миллионов. И мы это будем продолжать, будем имонтировать. Ставим водоводом, будем ввлечь новую скважину, будем решать задачу по водоводу и сквозаватому на правой береге. Сегодня в регионе насчитывается почти 500 сельских старост. А это значит, ровно столько же сел и деревень ежедневно продолжают развиваться. Лучшие в своей профессии получили благодарственные письма и грамоты. А прямо сейчас проходит конкурс на звание лучшего сельского старосты, по итогам которого победителю достанется выигрыш в 30 тысяч рублей. Александра Никитина и Юрий Ломатов. Управда ТВ.